Что не так с нашими тральщиками, автором, и другими специалистами, многократно ставились вопросы критического состояния противоминных сил ВМФ, не только небоеспособных против современной минной угрозы, но и имеющих военно-техническое отставание от современного уровня военного дела, беспрецедентное в наших вооруженных силах, доходящее до 50-75 лет. Причины этого не технические, а сугубо организационные, и в значительной мере кадровые. Более того, проблемы противоминной обороны, ПМА, позволяют вскрыть гораздо более глубинные проблемы ВМФ и минобороны, говорить о которых необходимо. Необходимо, пока еще есть время успеть устранить их последствия. Морской тральщик Иван Голубец по стройке 1973 год и без какой-либо модернизации в конце второго десятилетия 21 века идет на боевую службу. Террористическая угроза в фарватерах. В конце 2018 года хакерская группа Anonymous Обнародовала выдержки из материалов Кристофера Даниеля предложения по Крыму 2014 года. В перечне мер установка донных минуты в Севастопольской бухте. Military measures CND 1 марта 2014 года Военные меры CND 1 марта 2014 года 2. Донные мины в Севастопольской бухте Можно легко поставить с гражданского парома, если у них нет специальных минных заградителей. Для достижения требуемой эффективности не требуется много амин. Они легко могли бы купить их. Писало все это не просто частное лицо, а человек, находившийся на содержании государственных и специальных структур Великобритании и НАТО и выполнявший поручения определенного характера. Кристофер Найджел Даннелли CND Содиректор Института Государственного Управления В номер 1 за 15 января 2019 года в ВПК вышла статья автора с указанием на эти документы и вероятные последствия их реализации. Ввиду полного отсутствия ВМФ РФ средств борьбы с современными донными минами, использование Севастополя как базы флоту могло быть парализовано на длительное время. На единственном имевшемся в составе ВМФ РФ тральщике-искателе минут вице-адмирал Захарьин противоминный комплекс был не в строю. Точка Несмотря на резкое обострение обстановки, маевка на Захарьине была введена в строй только через два года. Примечание, ранее, с учетом вероятности и опасности применения минуты террористическими группировками, автор в открытых публикациях обходил эту тему, при этом многократно ставя ее в закрытом формате. Однако полное игнорирование этой угрозы со стороны ВМФ заставляет открыто бить в набат. Вопрос настолько актуален, что получило отражение даже в печатном органе ВМФ журнале «Морской сборник», номер 10, 2017 год, в статье сотрудников ЦНИИ ВК «Быстрова Б.В. Пироженька В.А. Кулешова К.В.» Угрозой на море остается терроризм, который сформировался как в инструмент новой войны со всеми атрибутами асимметричности. В настоящее время известны три случая так называемого минного терроризма, минирование портов Никарагуа в 1984 году, постановка минуты в Красном море в 1984 году, постановка минуты у побережья Шри-Ланки в 2008 году. Миноборонный ВМФ. Проблем нет, все под контролем. Реакция Минобороны последовала в лице заместителя руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций, ДИМК, Минобороны А. Волосатого, ВПК, 29 января 2019 года. Точка пытаясь юнализировать вопросы противоминного обеспечения ВМФ, развития миннотральных сил, Климов без малейшего стеснения использует устаревшие данные. Осуществляется программа обновления на новые корабли проекта 12700, оснащенных самыми современными противоминными комплексами. Вооружение миннотральных кораблей существующих проектов постоянно совершенствуется и обновляется. Что характерно для Климова, в одном и том же материале присутствует сборная солянка из-за абсолютно различных тем, составленная из слухов и домыслов. Автор понимает свою некомпетентность, но усиливает эмоциональную составляющую статей за счет обычной мистификации потасовки информации. Реальная обстановка. Первое, что необходимо отметить по этому ответу, это воинское звание Г. Волосатого полковник, и ранее занимаемую им должность главного эксперта пресс-службы Минобороны. Логично на такой должности и в таком звании видеть крепкого профессионала. Однако возражений как таковых в публикации эксперта Волосатого просто нет. Ни один приведенный мною факт им опровергнут не был. В его письме есть только недостоверные заявления и невнятные ссылки на неких анонимных и заведомо сомнительных иностранных аналитиков и блогеров. Все приведенные в моей статье 15 января факты соответствуют действительности и имеют документальное подтверждение, в том числе документами самого Минобороны, размещенными на сайте Газзакупок. Закупка номер 0173100004515000738. Дата проведения аукциона – 25 мая 2015 года. Срок завершения работы – до 25 ноября 2016 года. Назначение и цели результатов работ. Поддержание в исправном состоянии самоходного телеуправляемого искателя минуты Майовка. Обучение личного состава. Изделия 4047Синм.788133.001 и 4047КСинм.788133.00101 предназначены для допоиска, классификации и уничтожения якорных, донных, в том числе заиленных, и придонных минуты, обнаруженных корабельной гидроакустической станцией Миноискания, ГАСМ. Изделие 4047Синм.788133.001 применяется для вооружения ТЭШ АМПР 02668. Изделие 4047КСинм.788133.001 применяется для автономной установки на корабли или суда. Закупка номер 0173100004518001288. Комплекс работ по ремонту Гаслевадия на заказе ПР 02668 Черноморского флота. Срок завершения работы до 30 сентября 2019 года. Выводы из этого. Единственный, относительно современный, противоминный корабль Черноморского флота был не боеспособен, не встроил главный комплекс, перечень неисправностей, СМ. Документы закупки номер 0173100004515000738 до конца 2016 года. И никаких мер по его экстренному ремонту с учетом резкого обострения военно-политической обстановки в начале 2014 года. Центральными органами ВМФ и МОРФ не предпринималось. На начало ситуации аналогично, по акустике, и решение ее только планируется к концу 2019 года. Ни одного современного противоминного корабля на начало 2019 года. Телеуправляемый подводный аппарат «Луч-1», левое фото, под чехлом, и буксируемый искатель «Игла-1» комплекса Q1-BTSH проекта 1265, фото, forums.balancer.ru. Основным типом гидроакустических станций, газ, тральщиков ВМФ является МГ-89 СЕРНА, разработки 1969 год, не прошедшая с тех пор никакой модернизации. ГАЗ-МГ-89 Более того, тендеры на ремонт ГАЗ-МГ-89, отсюда ремонтных предприятий, осуществляющих ремонт ПМК-ВМФ, в последние годы заканчиваются уже типовой фразой «Не подана ни одна заявка». На значительной части ПМК-ВМФ, ГАЗ-МГ-89 просто не встрою от ветхости, и их некому ремонтировать. То есть, значительная часть тральщиков ВМФ просто слепая. Такой уровень противоминных сил соответствует первым годам Второй мировой войны. На рейдовых ПМК проекта 10750 и двух морских тральщиках проекта 12660 установлены ГАЗ-Кабарга разработки 80-х годов, не имеющие полноценной цифровой обработки, из ТТХ, близкими к ГАЗ-МГ-89. В 2000-х годах была предпринята попытка модернизации ГАЗ-МГ-89, с внедрением полноценной цифровой обработки, ГАЗ-МГ-89МЭ, с возможностью проведения эффективной модернизации практически всех тральщиков ВМФ. Установка МГ-89МЭ взамен прежний ГАЗ может производиться без докования корабля, без существенного изменения корпусных конструкций корабля и с сохранением большинства кабельных трасс. Однако, заказчик, ВМФ, не проявил интереса, работа по модернизации ГАЗ-МГ-89МЭ, завершены не были, и сегодня эта ГАЗ исключена из всех рекламных предложений Ауакян-прибор. Для сравнения, ВМФ с Польшей провели в середине 2000-х годов собственную модернизацию нашей МГ-89, установленной на польских тральщиках постройки 60-х-70-х годов прошлого века. Польская модернизация ГАЗ-МГ-89. Более того, польские специалисты создали современный комплект новых противоминных средств, от подводных аппаратов до неконтактных тралов, и сегодня боевые возможности ПМК ВМС Польши многократно превышают таковые УВМФ РФ, даже с учетом наличия на Балтике двух новейших ПМК проекта 12700. Спуск ТНПАПМА с польского модернизированного тральщика, постройки конца 60-х годов. Упущенные возможности наших подводных роботов. Могли ли мы сделать так же? Безусловно. По ГАЗ сказано выше, а по подводным аппаратам у нас имелся целый ряд фирм, успешно работавших по этому направлению, ГНПП «Регион», ОКПОД, ВГУП «Ежмаргиология», ОКПСТС и другие. Крайне негативную роль сыграла ставка ВМФ на импорт, а точнее, заинтересованность ряда высокопоставленных лиц ВМФ именобороны именно в импорте. Доклад на круглом столе по подводной технике форума «Армия-2018» гендиректора АО «ТТИСПРО». Точка из 155 поставленных ГКТИСПРО ВМФ подводных аппаратов 27 отечественных. Удивительно, но этими цифрами гордятся. А может, не было отечественных. Но на том же круглом столе состоялся доклад представителей Томского университета «Тусур». В числе прочих были упомянуты длительные работы отечественных подводных аппаратов на больших глубинах по поиску аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Закупались иной структурой Минобороны РФ, а не ВМФ. Представителями 40 НИИ ВМФ там же была дана высокая оценка аппарата РТМ-500, разработки 90-х годов, по результатам работ на Абкркурск. Однако ни один РТМ-500, либо любой другой отечественный подводный аппарат, после этого ВМФ закуплен не был. Кроме ОКР «Майовка», «Ливадия», все деньги ушли на импорт от ТИТИСПРО. Задача создания массовых подводных аппаратов для ПМА-этичественной промышленности просто не ставилась, при том, что потенциал для ее решения, безусловно, был. Контейнерный комплекс «Майовка», испытание на имптоща Валентин Пикуль, 2007 год. Планировалась серия. Первые «Майовки» должны были получить морские тральщики МТ-264 и МТ-265 объединенного командования войск и сил на северо-востоке РФ, для противоминного обеспечения Бореев Тихоокеанского флота. Однако контейнерную «Майовку» вывезли на хранение в Москву, а запланированная серия была исключена при корректуре гособоронзаказа, без какого-либо обоснования. О мотивах такого решения очень хотелось бы спросить тогдашнего начальника управления развития и заказов кораблей, морской техники и вооружения ВМФГ. Бензорука. В дальнейшем Г. Бензорук оказался заместителем гендиректора ГНПП регион Паниокер, после чего все последние события по Майовке, включая печальное завершение ее истории, уже не кажутся удивительными. В начале 2010-х годов финансы опять пошли на импорт, а Майовке было приказано забыть, и, более того, на очень высоком уровне была опущена сплетня о том, что Майовка якобы провалила испытания. Только один из примеров этого интервью после салона Евронаваль-2012 у заместителя руководителя ЦМКБ «Алмаз-А» Захарова. Для нас очень важно было сдвинуться с мертвой точки в деле создания кораблей противоминной обороны. И мы здесь нашли определенные элементы, которые готовы использовать на наших кораблях. Провели весьма эффективные переговоры, в том числе с французскими фирмами. Что пригодится отечественному флоту, то, что мы действительно можем использовать, и где мы серьезно отстаем. Данные по комплексу Майовка. Закупка номер 017310000813000784 от 20 июня 2013 года. Таким образом, документально подтверждены и факты. Наличие у комплекса двух модификаций, в том числе Контейнерной Возможность работы по заеленным минам, при этом подавляющее большинство подводных аппаратов ПМА на это не способны, и испытаниями это было подтверждено. Успешное прохождение комплексом ГАС-испытаний и наличие у его литеры 1, то есть Документальное подтверждение готовности к серии. В реальности испытания провалила не Майовка, а НПА Ливадия, входившая, до конца 2009 года, в состав ГАС-Ливадия, разработчик ЗАО «Аквамарин» Г. Санкт-Петербург. К сожалению, вопреки рекламным заявлениям ЗАО «Аквамарин», его продукция далеко не всегда подтверждает на практике заявленные характеристики и возможности. Комплектация ГАС-Ливадия «Мэ» по состоянию на 2009 год, до лист по в рекламе ЗАО «Аквамарин» был заменен посредственным ГБО. С ПАПМА, две Майовки и Ливадия рядом. В результате всех этих интриг ВМФ к эксплуатации Майовки не приступал, на вооружении МТ «Щавицы» Адмирал Захариин фактически находились только древние тралы. Очевидно, что такое состояние единственного относительно современного ПМК ВМФ было абсолютно ненормальным. Однако для Бензорука, Черкова и им подобным начальников все было в порядке, войны же не будет. В результате в 2013 году тендер техническое и сервисное обслуживание и ремонт приборов автоматического управления тралами и искателями, тралов контактных, неконтактных и искателей минуты, в рамках которого планировался ввод в строй и начало эксплуатации ВМФ комплекса Майовка, закончился тем, что аукцион по данному лоту признан несостоявшимся, не подана ни одна заявка. Подчеркну, по ремонту и вводу в строй главного комплекса единственного ЧМВМФ. Причину этого скажу уже сам. Единственный исполнитель работ был не проинформирован о ней, узнал только в последний момент и просто не успел подготовить документы. То есть у чиновников строчка есть. Формально они все сделали, но фактически дело провалено уже на этапе размещения тендера. Подобных заведомо невыполнимых пустышек по тендерам морского подводного оружия было достаточно. Разумеется, никто не понес за это никакой ответственности. Когда грянул 2014 год? 2014 год из рапорта главнокомандующему ВМФ адмиралу Черкову ВВ, ВХ. 11977. Критическая проблема ВМФ противоминная оборона, ТМА. В марте этого года, 2014, передал начальнику службы морского подводного оружия ВМФ, документ, в приложении, по обстановке, возможных последствиях и необходимых мерах. С учетом складывающейся военно-политической обстановки, необходимые меры не предпринимаются. Суть документа была в необходимости экстренного ввода в строй не только МАЕВКИ на Захарине, но и возвращения на В. Пикуль ее контейнерной модификации. Однако должностные лица ВМФ и чиновники Минобороны, ниже их фамилии будут названы, продолжали планировать. Закупка номер 0173100004515000738 Поддержание в исправном состоянии самоходного телеуправляемого искателя минуты МАЕВКО. Обучение личного состава. Дата проведения аукциона – 25 мая 2015 года. Срок завершения работы – до 25 ноября 2016 года. То есть, идет война, в которой участвует Российская Федерация, в том числе ВМФ и Черноморский флот. Единственный относительно современный ПМК ВМФ не в строю, однако у должностных лиц ВМФ и Минобороны все в порядке, погоны не жмут, а вось противник минуты не применит. При этом единственным адекватным подходом в этой ситуации, с началом операции в Сирии, был ввод в кратчайший срок в строй МАЕВКО на Захарьине и Пикуле, и постоянное нахождение одного из этих ПМК в Тартусе. Тем не менее, в 2017 году, после ремонта и ввода в строй МАЕВКО в конце 2016 года, МТ-щавицы адмирал Захарьин шел в зону боевых действий, на первую свою боевую службу, имея главное оружие в строю. Что характерно, этот факт никак не был отмечен в Диме Коношенкова, который дальше продолжал публиковать лупки о тральщиках на флотах, тралящих тралами и рекламные фильмы по комплексам, заведомо не имевшим эффективных возможностей ПМА, например, Галтель. Загубленные в Петрозаводске два последних БТ-ща проекта 1265, готовность более 70%, от которых ВМФ отказался. В проведении модернизации ГАЗ-МГ-89 и серия МАЕВК обеспечивала придание хотя бы ограниченной боеспособности всей группировки ПМК ВМФ, МТ-ща проектов 266М, 12660, СГАЗ-Кабарга, БТ-ща проекта 1265. Это не требовало сколько-нибудь значительных затрат, нужно было, должностным лицам ВМФ и Минобороны, лишь должным образом относиться к своим служебным обязанностям. Более того, МАЕВКи не пустили не только на флот, но и на экспорт. Несмотря на наличие ее в каталогах Рособоронэкспорта, оформление рекламного паспорта и паспорта экспортного облика было заблокировано. Запросы инзаказчиков по ней были, но по указанным причинам остались без ответа. В результате ВМС Вьетнама пошли на закупку итальянских ТНПО для оснащения своих ПМК-проектов 266 и 1265 и советской постройки. Спуск на воду ТНПО с МТ-ща проекта 266 и ВМС Вьетнама. Так что же не так с нашими тральщиками? Выше приведены убедительные доказательства критического состояния противоминных сил ВМФ. При этом никаких технических проблем для ВМФ иметь эффективной противоминной силы нет, больших затрат на это не требуется. А теперь фамилии должностных лиц, лично ответственных за ситуацию с ПМК ВМФ и состояние противоминной обороны. Начальник кораблестроения ВМФ Тряпичников ВА. Начальник службы развития и эксплуатации морского подводного оружия управления кораблестроения ВМФ Таран-ИМ. Начальник отдела морского подводного оружия Департамента Министерства обороны по обеспечению государственного оборонного заказа ДАГОС КАПЛОУХИЭСА. После всех этих высоких лиц упоминать начальника противоминного отдела ЦНИИ военного кораблестроения, называемого еще ЦНИИ кораблекрушения, Г. РКУ даже как-то мелко, но необходимо. Январь 2015 год, после получения Верховным Головнокомандующим информации, осенью 2014 год, о критическом состоянии морского подводного оружия, ВМФ экстренно готовит документ с предложениями по выходу из кризиса, фактически списав их с ранее разработанных документов, с которыми мы в этой подводной яме и оказались. Свою часть пишет Г. РКУ, в его тексте читается. Точка коэффициент отставания ВМФ РФ от западных стран по подводным аппаратам составляет 0,8, коэффициент превосходства по тралам 1,2. От таких цифр потерял Даррич и даже стоявший рядом Таран, далее, с сохранением интонации. А-а-а, 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 почему 0,8 и 1,2? Ну как, это научно обоснованные коэффициенты. Подчеркну, в этой параллельной реальности находится целый начальник профильного отдела Центрального неименоборонной ВМФ по тематике. Но, извините, кто-то ж его назначал, точка. Начальник военного представительства ГНПП регион Г. ЗВ, как представитель Минобороны на предприятии, несущий личную ответственность за произошедшие с маевкой и проблемы с ПОМ, а также ряд других проблемных вопросов МПО. А что же главком ВМФ Королев? А он все давно знает. Примечание. Приложение номер один текст доклада по проблемам ПМО ВМФ, подготовленного автором к Научно-техническому совету ВМФ и Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ весной 2017 год. Да, собственно говоря, у Королева на Театре военных действий, ТВД, на воюющем, флоте нет ни одного современного ПМК в строю. Или он об этом не знает? У него не обеспечена боевая устойчивость МСЯС, элементарно, выход силы с баз в противоминном отношении, и он об этом тоже не знает. В книге «Главный морской парад России», вышедшей под редакцией Адмирала Королева, приводятся просто поразительные исторические сведения и о кораблях-участниках, и об истории ВМФ. Например, то, что вице-адмирал Макаров – это герой Цусимского сражения. Это, увы, не шутка. Главнокомандующий ВМФ РФ не знает того, что вице-адмирал Исо Макаров погиб более чем за год до Цусимы, 31 марта 1904 года, причем подорвавшись на японской мине. Подрыв на мине, с детонацией минного боекомплекта, эскадренного броненосца Петропавловск. Фото с Золотой горы, Порт-Артур. Полагаю, если Адмиралу Королеву задать вопрос о корабле нашего флота, добившегося наибольшего боевого успеха в истории, он тоже весьма затруднится. Что ж, назовем его, это минный заградитель Амур, на боевом счету которого два линейных корабля, броненосца, противника, подорвавшихся на русских минах. Хороший вопрос – хоть один корабль ВМФ сегодня это имя носит? И это все на фоне позорных переименований кораблей, Величинска в Твери и Урагана в Матище, и сохранения таких одиозных имен в названиях кораблей, как, например, Кулаков. Какие выводы из всего этого? С техникой у нас проблем нет, проблема ПМВМФ может и должна, обязана быть решена в самые короткие сроки. Главное же препятствие этому ряд конкретных должностных лиц ВМФ и Минобороны, своими действиями, бездействием, подрывающих реальную боеспособность ВМФ и преднамеренно вводящих в заблуждение командования ВСРФ и общества. Дикость сложившейся, по тематике ПМА, ситуации в том, что она ясно видна всем, даже посторонним гражданским наблюдателям. Однако этого не желают видеть эксперты ВМФ и Минобороны. Решение здесь только одно, комплексное. 1. Реальная, критическая, ситуация и необходимые меры должны быть донесены до командования Вооруженных сил РФ, в том числе и Верховного Главнокомандующего. 2. Необходимость соответствующих решений по конкретным лицам. 3. Общество. А сложившейся ситуации нужно бить в набат со стороны общества, гражданского общества, и не в либеральной версии этого понятия, а именно патриотических граждан, ответственно относящихся к своей стране, ее будущему. И последнее. Очевидно, что проблема в Медаликоне единственная в ВМФ ему, хотя и наиболее провальная по масштабам отставания от современного уровня. И то, что проблемы нынешние Епишевы пытаются закрывать завесой псевдосекретности, требует от общества выработки эффективных независимых механизмов контроля, например, создание парламентских комиссий и наделением их полномочиями по проведению проверок в особо резонансных и значимых для безопасности страны случаях. Вранье и ложь в пропаганде, агитации печати дискредитируют партийно-политическую работу, флотскую печати наносят исключительный вред делу большевистского воспитания масс. Из директивы заместителя наркома ВМФ СССР и начальника главного политического управления ВМФ армейского комиссара 2 ранга и В. Рогова. Приложение. Некоторое, далеко не полное, хронология постановки жестких вопросов ПАКМА. 2007 год, новый оборонный заказ, ВАК Тенин, АВК Тенин, ГНГМО РФ. Точка минуты противника, вполне достаточно для полного блокирования наших сил на всех флотах. Отсутствие за последние 20 лет серьезной работы по совершенствованию минного и противоминного оружия ВМФ привело к тому, что тральные силы не в состоянии эффективно бороться с современной минной угрозой. Осознание политическим и военным руководством стран минной угрозы и деградации отечественных минно-тральных сил должно стать первым шагом на пути решения этой остро стоящей проблемы. 2010 год, ВПК, М. А. Климов. Точка возможностей минно-тральных сил ВМФ настолько низки, что ставит под сомнение возможность обеспечить развертывание сил ВМФ РФ из своих баз. В условиях современной минной угрозы. Несмотря на успешное прохождение МТ-ща вице-адмирал Захарьин государственных испытаний, сегодня ВМФ он один. 2014 год. Из рапорта главнокомандующему ВМФ адмиралу Черкову ВВ. ВХ.11977. Сегодняшний уровень противоминных сил ВМФ соответствует 50-60 годы. Прошлого века. Имеемые в составе ВМФ тральщики фактически брошены в отличие от зарубежных, никакой модернизации с внедрением новых противоминных систем на них не проводилось. На единственном тральщике искатель ВМФ вице-адмирал Захарьин новые противоминные системы или законсервированы, маевка, или. Новый контейнерный комплекс маевка, успешно прошедшие испытания в 2007 году. На тральщики Валентин Пикуль перед войной 8 августа 2008 года вывезли на ответственное хранение. В Москву. Перспективные тральщики проекта 12700. Серия этих крайне дорогих тральщиков если и будет, то малая, в то время как ВМФ нужны не несколько тральщиков для парадов, а противоминные силы десятки современных ПМК, причем не в светлом будущем завтра, а еще вчера. Точка планируемая серийное производство комплексов маевка сорвана интригами. 2014 год. ВПК безоружные тральщики. Для преодоления полувекового отставания ПМА от современного уровня необходим следующий комплекс мер. Серийное строительство БТСА проекта 12700. Альтернативы нет. Упреждающая поставка ВМФ в современных противоминных систем и экстренная модернизация находящихся в строе тральщиков с обеспечением установки этих систем в корпуса проекта 12700 после списания старых ТЩА. Немедленный запуск ОКР по модернизации систем маевка, в контейнерном варианте, с целью повышения ТТХ и подготовки серийного производства. Закупка и освоение ГБО и АнПА с выполнением задач по картографированию миноподобных объектов, в первую очередь в районе баз. Разработка на конкурсной основе, с испытаниями на флотах, малогабаритных одноразовых противоминных НПА. Разработка на конкурсной основе в кратчайшие сроки без экипажных противоминных катеров. 29 февраля 2016 года, ВПК «НЕЙМ» мы стоим на пороге очередной ЦУСИМЫ. И здесь мы подходим к сути происходившего. Очевидное халатное и беспринципное отношение должностных лиц к обеспечению реальной боеспособности ВМФ. Например, сегодня выход на боевую службу РПЛСН Александр Невский проекта 955 обеспечивает НАКФС, Камчатка, всего два морских тральщика, противоминные вооружения которых соответствуют западному конца 60-х годов, и не способного бороться с современными донными минами. При этом ранее маевки планировались в первую очередь на Камчатку, в обеспечении Бореев, из ГОС были исключены. Фактически сегодня выход в море РПЛСН ТОВ заведомо не обеспечен. Об этом знают все, включая Черкова ВВ. Мер никаких. 2016 год. Декабрь, ВПК «НЕЙМ» Вопрос небоеспособности ВМФ России против современной минной угрозы обязан быть разрешен в кратчайшие сроки. 2018 год. ВУВМФ России напоролся на мины и подлодки. Тральщики, имеющиеся сегодня в боевом составе ВМФ, уже давно устарели и свое боевое значение фактически утратили. Причем новый проект морского тральщика МТ-ЩА, проекта 12700, имеет ряд ключевых недостатков. Устаревшая концепция ТМА корабль до первой современной мины, заведомо не обеспеченная фактическая взрывостойкость, ограниченная эффективность на малых глубинах, неспособность решать многоцелевые задачи, хотя бы на уровне проекта 266М. Возможности серийной постройки ограничены мощностями ПАО «Звезда». Один комплект дизеля в год.